Кто-то за вас должен прийти, значит, и это сделать. Вот, значит, кто-то за меня. Организовываю кого-то за меня, хотя у меня там нет людей. Ну, представьте, я 11 лет назад, уже до 12, наверное, будет скоро, я уехала оттуда. Ну, все такие вот связи, они уже и потеряны, ну, как это, это мне поднимать людей. Ну, короче говоря, нет у меня там родственников. Я, по одной причине, почему я и не езжу в Россию, я была вот этой весной, а до этого 6 лет назад была, назад, да, или 7 даже лет назад. Почему, раз в 7 лет, получается, почему я не еду, потому что у меня некому едет. Наши все едут к мамам, к сестрам, значит, ну, это вот, к родителям туда-сюда, кто-то детей оставил и так далее. У меня нет никого, и таких, как я, очень много, то есть кто давно уехал, там уже, ну что, одни друзья и все. Вот, и у кого американский муж, конечно, если у кого русский муж или вообще никакого мужа, значит, тогда она, может быть, куролесит. Ну, мне по России, в Россию ездит. Но, ну, мне, я так думаю, что я вот съездила в Лондон, да, тогда через Лондон ехала. Вот мне это более интересно, чем в Россию поехать. Что я поеду, если я там жила-была, и еще и холодный климат, это ж надо выбирать еще солнечное время, да? Вот, ну, в общем, короче, вот так. Так, едем с вами по жилым тут районам. Гольфовые поля впереди. Сейчас, подождите, чтобы я никого не сбила, никакую машину. Слева гольфовые поля, они стригутся, и за них люди платят, кто в гольф играет. В гольф играет очень много людей. Справа это частные дома, большие и поменьше. Ну, так это самое, так про посылку, значит. Ну вот, короче говоря, у нас связи нет, да вы не приходите сами. Приходит, отсканировала я вот эту, отсканировала, сделала фотку этой квитанции, послала фотку этим людям, люди отсканировали там. Она получилась ужасного, она получилась ужасного качества. Это фотография квитанции. Значит, дала все адреса свои, что на посылке было написано, все дала. Приходит человек в почтовое отделение, не в то, которое отправляла, это неважно. Там написано, в любое, это, приди, не поможет никакое тебе то отделение, которое отправила. Отделение, которое отправила, сделала все правильно. Оно до Москвы, оно доехало. Она, посылка, доехала. Вот, значит, приходит тот человек в ближайшее свое, там, где он живет, почтовое отделение. А ему говорят, значит, что нет, она сама должна быть. Она сама, вот кто ж, вы ж не отправляли посылку. Она сама должна прийти, заполнить заявление на розыск. А, значит, они говорят, что, так она живет вот там, вот там, вот там. Тогда доверенность надо на вас. Тогда надо нотариально доверенность заверить и с доверенностью, и с ее копией паспорта, и с вашим паспортом, на кого ж доверенность, прийти, заполнить заявку на розыск посылки. Понимаете? Нотариально доверенность. Там говорят, так она в Америке. Ну, не знаю тогда, тогда не знаю. Все. Значит, эти люди, которые эти самые, там, они не очень-то такие выдержанные. Ну, я имею в виду, знаете, кто с документами не работает, они особенно... Ой, да нафиг тебе надо туда-сюда. Но нафиг надо. Значит, 11 килограмм. То есть, забудьте все, типа, типа, ты богатая, типа, вот, ну, типа того, знаете. Вот, честно, вот разговор был такой, я уже пожалела, что я тех людей просила, ну, короче, немножко ку-ку. Кстати, ку-ку здесь в Америке учим еще одно слово. Если вы скажете ку-ку и покрутите около головы, это, ну, типа, дурачок, да, человек? Так вот, эти, которые ку-ку, они, это, я говорю, да, главное, главное в посылке-то все, всякие вот эти там набитые, всякие дела. Ну, я когда жила в Россию, я вам показывала там, что я там покупала какие-то пельменные. Вот, мне не суждено вот эту пельменницу иметь. Понимаете, я их там три купила и все в ту посылку положила. Ну, вот это раскатывая тесто, делать пельменчики. Мне не суждено, все, у меня ее нету. Хоть проси, чтобы каждый из вас выслал, а я вам вышлю по доллару. Это самое. И будет у меня склад пельменный, пельменниц, оборудование кухонного, да. Вот, значит, это раз, пельменицы раз. Мои вещи, те, которые вот, ну, теплые, я что-то отсылала оттуда, значит, да, я не помню, что. Потому что у меня, ну, у меня одежда много, а тем более я не концентрировала. Ну, не помню я, что я там отсылала, что-то из вещей. Тем более, теплая одежда была, а теплую я здесь не ношу, поэтому я забыла, в чем я там, в каких-то свитерах ходила. Не помню. Даже не могу вспомнить, мне жалко этого или нет. Понимаете, я единственное посмотрела там свои комбинезоны эти вот, ну, вот эти классные, что я там такие, они фирменные и дорогие. Это, думаю, ой, нет, я их взяла с собой, то есть я их в чемодане привезла, думаю, слава богу, я не отпер. Там пиджак еще один классный, помню. А вот теплые вещи, потому что здесь же я их не ношу, поэтому я не помню. Я помню верхнюю одежду, что я в ней ехала, а под низом эти свитера какие-то я высылала или пиджаки, даже не помню что-то. Или брюки какие-то теплые. Короче, ладно, бог с ними, с этой одежкой. Я не собираюсь в ближайшее время ехать ни в Антарктиду, ни в Канаду, ни в Россию, ни в какие холодные страны. Значит, ну и конфет же очень много, да, помните, я вам там показывала, чтобы она купила и того-того конфетки русские. Значит, рассказывала вам, какие качественные, какие вкусненькие, какие невкусненькие. Значит, все это осталось в посылке, в которой 11 килограмм. Самое главное, документы. Вот надо быть такой дурочкой, да, вот век живи, век учись, дурой помрешь в свои 55 лет. Значит, это, запаковала некоторые документы. Там папки были такие тяжелые, на них нанизаны эти всякие файлы с документами. Я вот эту историю российскую свою, экономическую, вот эту вот собирала, подбирала. И, конечно, я не высылала там свои дипломы или что-то такое. Я, конечно, туда не положила, но вот документы, там вот эти квартирные, то есть все, какой кошмар. И еще и непроданных квартир. Ну, в смысле, квартиры, непроданные документы. Если бы еще, ладно, там проданные у меня, кошмар. Короче, вот такая я дурочка. Ну, они были такие тяжелые, эти папки, и я их в лагедж, вот этот вот, всю кейс называется, этот, чемодан класть. Они были такие тяжелые. За перевес в России платишь. Значит, Атлантик, Атлантик-перелет через Атлантик-Ошуан, да, Ошуан это океан, очень английские слова, Ошуан. Через Атлантик-Ошуан перелетать, ничего не платишь за перевес. Ну, вот, не успели проехать. Через Атлантик-Ошуан, ничего не платишь. То есть, Москва, там, Нью-Йорк, как там я летела, значит, ничего не платишь. По России платишь бешеную сумму. Значит, смотря какой там перевес, ну, как бешеная, значит, билет на самолет стоит. Некоторые самолеты сейчас вообще там у вас дешевые. Вот единственное, что радует, значит, самолеты дешевые. Не тоже дешевые, а очень много их, вот, маленьких самолётиков, которые летают между городами, значит, это. Ну, раньше не летали, сейчас летают. Или раньше летали раз в день там из какого-то Дуду-Тайкина в Москву. А сейчас, значит, там три раза в день, вот так вот. Ой, подожди. Подождите, подождите, подождите. Ой, неправильно все, все сделала неправильно. Ой, стало неправильно, остановилась неправильно, перекрыла дорогу. Вот так вот стану сейчас. Все, ждем. Ну и ничего, мы ждем ничего, мы не ждем. Все, все уже проехали, остыли. Ну, и это... Да, так это... Про... Что я говорила-то? О, я встала, как хорошо. Пусть обижают меня. Я вылезла носом. Вот так вот умею. Курица не птица. Кто-то не водитель. Ну, и это... Да, ну, в общем, короче, тяжело. Да, билет стоит 2 500 на самолет. Там 3 тысячи. Ну, смотри, какой. Хотя и 10 же берут в день, в день вылета. 10 у вас. Это такое, там, то есть, как будто летим из Владивостока в Москву. Понимаете? Расстояние. Значит, это... И... Короче, билет стоил 2 500 тысячи. А за перевес будешь платить... Гляньте автобусик какой. Вот эти автобусы по доллару здесь стоят, по-моему. Они такие по даунтаунам ходят. Ну, по ценам. И будешь платить 4 тысячи за перевес. Я помню, это очень хорошо, потому что там как-то одна перевесочная перевесовая сумма 2. А если там вот столько-столько, значит, 4. Вот так вот будешь платить. Поэтому... Ну, не то, что будешь платить, но это тяжело. Еще дотащи ты этот лагедж до самого аэропорта с этими такси. Кстати, такси у вас не вытаскивают, не очень помогают. Надо просить таксистов, чтобы он тебе этот чемодан выставал из этого. Чужие, я, может, здесь мало езжу на такси, я тут практически не езжу. Я не знаю. Может, и здесь и так. Не знаю. Прямо не знаю, кто вот ездит частно на такси. Скажите. Но мне в России вот это не понравилось, что клиенты не очень. Хотя частный бизнес, который я... Ваш частный бизнес похвалила, да? Вот. Follow the road for one point three miles. И это. И... И, короче говоря, я эти папки засунула туда в посылку. Я что хочу сказать. У кого есть какие-то вот эти самые вот... Да, а что ж еще? Короче, не приняли заявку. Нет, вот сама иди туда вот в Россию. Едь туда разбирайся со своей этой самой. Пересылка в Америку, сразу говорю, стоила 3000 рублей. 2900 с чем-то. То есть, значит, я должна прилететь в Россию за 1000 долларов, чтобы вот те 3000, которые я заплатила за посылку, значит, мне вернули, и я разобрала. Там, если не найдут посылку, мне 3000 назад вернут. Понятно? Вот так. Ну, вот такой идиотизм. Значит, теперь онлайн. Когда заходишь на почту, www.pocta.ru, значит, российский веб-сайт, проверять свой трек и прочее. Там есть эти функции, что и вот отслеживание, и если пропало, и замедление, замедление, замедление почтовых отправлений, то есть 5,5 месяцев. Замедление почтовых отправлений. Все есть. Значит, нажимаешь кнопки, что получается? Регистрируешься. Отвечаешь на 10 вопросов, в тот же раз выскакивает ваш номер телефона, на ваш номер телефона придет код. Код приходит только на российский телефон. Только на российский. И стоит впереди это ваше 7 или 8, что там, 7, да, код страны. Вот только на российский. То есть, если ты украинка, и ты послала из России посылку, тебе никак, тебе только надо российский телефон. Значит, короче говоря, когда код придет на какой-то российский телефон, я его должна ставить в свою регистрацию здесь, в онлайн. И тогда я зарегистрируюсь, и тогда я заполню заявку на розыск моей посылки. Да, вот так вот. И вот что, что не делала ничего. Значит, начала переписку. ФУМПМС, может, кто-то знает эту организацию в этом, в Москве, самая главная почта России. Очень интересно. Сейчас я отключу этот, как его, навигейтор. Навигейтор. Ребята. Чтоб он не болтал лишнего. Не болтай лишнего. Везде уши. Вот. И это. Сейчас мы с вами проедем дальше. Хочу видео закончить, хотя мне нужно сворачивать. А ну, и... Господи, я сбиваюсь. Вот что говорила? Да, я ж тебя отключила. А, все, отключила. Жилые дома видим с этого. Справа. На воде стоят. Да, на канале. Короче, код придет. Короче говоря, нужен у меня русский телефон, которого у меня нету, и который у меня был. Ну, так и он же, как же он будет работать здесь? Все. На иностранные телефоны они не делают. То есть, если у вас нет телефона русского, например, вы бабушка старая, которая не пользуется телефоном, которая в деревне живет, и у нее, кроме соседки Ньюси, связи никаких нет. Ей телефон не нужен. И она его не купила. Значит, она, заявку оформить онлайн не сможет, да? Но у бабушки хоть есть возможность с Ньюсей вместе пойти на почту и заполнить от руки эту с паспортом, да? А у меня такой возможности нет. В общем, короче, замкнутый круг. Вот такая вот хренатень. Ну, значит, ну, в общем, не знаю. И, короче говоря, ну, в общем, это просто кошмар. Я не знаю, вот если кто-то чего-то есть, вот спросите у почтовиков, что мне делать. Может быть, через кого-то конкретно, может быть, кто-то за меня заполнит, там я свои сведения дам. А я буду очень благодарна. Вот. Ну, опять же, это же, чтобы я почта приняла. Это же не почта, не просто вы, как те мои, пошли, а им сказали, не, нотариально заверенную надо. Слышите, нотариально заверенную может надо на посылку получить, если, например, ее возврат будет, например, и получить человеку в руки, давать, конечно, не выдадут же постороннему человеку, что-то ж надо иметь, надо либо доверенность иметь с паспортом, да, чтобы выдали тебе ценность какую-то, правда? Там другое дело, на получение. А на заявку на то, что потерялось, заполнить, тут у Тайкина Елена Ивановна, и там она отослала ТДИТа, троговый номер ТДУТа, и приложить копию квитанции. Надо этот самый, нотариально заверенную это. Теперь пытаюсь дозвониться той бабе, которая вот это вот сказала, вот такую херню, господи, прости. Значит, пытаюсь дозвониться начальству, ничего не получается. Сейчас связей, вот я не знаю, ну, может кто-то скажет, я не знаю, сейчас практически на почту нельзя дозвониться. Я дозваниваюсь, они говорят, звоните в отдел розыска посылок, и дают телефон, тот телефон никогда не отвечает. Понимаете? То есть, там, где вот это вот произошло. А в другую почту звоните, в городе Санкт-Петербург, например, ну, это не имеет смысла. Ну, не знаю. Не знаю. Короче, вот такая у меня беда. А это дома, в которых живут американцы. И у них таких проблем нет. Здесь все-таки система работает. Знаете, государственная система, она тоже как-то здесь не очень быстрая, она не очень скорая такая. Вот я помню по иммиграционным делам, ну, иммиграционные дела, они вообще тянут. Знаете, они, когда въезжаешь, они тебе, они быструю дорожку такую песочком не посыпают тебе. Знаете, они долго, они два месяца, они пишут, 60 дней, не, 58 дней изготовления. Вот так и пишут. И вы знаете, что приходят, а, в течение, ну, пишут так, что изготовление документов 58 дней, например, на что-то там, да, подал. Такие дома красивые, частные, да, на воде тоже. Ну, вы знаете, что и зараза придет не на 50-й день, не на 40-го, не на 30-й, именно на 58-й. Вот так вот. И вот так вот четко работают службы. Классно вообще. Ну, иммиграционные вот эти дела, что 58 дней жди, потом еще 3 месяца жди, они, конечно, там специально хитро замудуманы, чтобы эти люди, которые въехали, они знают, что кто-то из них отвалится, кто-то из них откажется, кто-то из них не захочет здесь жить или не сможет, или, значит, денег нету, значит, чего-то уедет и так далее. То есть, они здесь на выдержку, как хорошее вино, знаете, выдерживается долго. То есть, они вот так вот это делают. Остальные все службы, они очень четко отвечают, и даже государственные. Просто немножко это все длиннее, чем частный бизнес, но он какой-то здесь четкий. Здесь такого маразма, да, еще и в бюрократии люди вот здесь, вот, вот что видно в Америке, еще я только это сама, упрощенные системы всего. Всему верят, не надо особенно, значит, доказывать себя. Драйвер-лайсенс даже открыл кошелек, не надо его вытаскивать, там эта малюсенькая карточка, на ней фотография не видно вообще, кто там вас знает, здесь у него усы отрастил, серьги надел, в очках пришел, и совершенно другой, то есть, всему вот так вот верят, как-то они, знаете, вот так вот. Я же говорила, товар назад возвращают с этого, вот видите, последствия урока, на что-то там поломанные, какие-то полки, доски. А, нет, это мебель выбросил человек. Вот, возвращение товара даже, я беру товар, и на хазбантовскую квитанцию, совершенно не я платила, я иду, и никто не спрашивает, а кто тот человек вам, чья квитанция это? Когда она забивает возврат, она видит, что имя там мужское, это самое, она абсолютно не спрашивает, я принесу ей не хазбантов, а вашу квитанцию, с вашим товаром на возврат. Вот вы купили шубу, и я принесу, дать им ликвитанцию и шубу, я принесу возврат и получу деньги назад. Только не деньги, а в виде этого, подарочной карты этого магазина. То есть, 3000 рублей, например, ну там, сколько там, 300 долларов на этот, гифт-карту, да, подарочную карту. Ну, я говорила, то есть, упрощенная система везде, 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 и в больницах упрощенная система, только заполнить там свои вот эти данные и все. Ну, просто, то, что в первый момент надо заполнять, если ты куда-то регистрируешься, да, а так, маразма такого, чтобы кот пришел только на американский телефон. Да тут все, 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 со всего мира люди, многие не имеют американского, этого, телефона, у них там какой-то канадский телефон, у нас тут канадцев полно. Они этот, сноуберды, да, сноуберды эти, снежные птицы. Сноубердс, лучше, английские слова, чтобы в Америке жить. Ой, мама дорогая. Ну, в общем, вот так вот. Нет, все-таки бюрократии меньше. Я, конечно, знаю, кто-то там пишет, что вы практически, типа, нигде не были, ну, типа, они имеют в виду, ни в какой каше, значит, тут я не варилась. Ну, да, ну, да, правильно, вы же тоже нигде не были, слышите, вы же тоже в правительстве, вы же не были, в каше не варились, в атомной энергетике вы не были, в каше не варились, в ойловых компаниях, как там это, в России эти, нефтяные компании, богатые, которые крутятся, какой там, значит, черный бизнес, белый бизнес, вы не были, не крутились, вы живете обновенную, обывательскую жизнь, у которой я, такой же живу, только в другой стране, и говорю про то, что я отсюда, то есть, с самого низочка, низочка, вот так вот, и все это рассматриваю, и вам докладываю, вот, значит, это, ну, все, наверное, я на этом закончу, опять, вот два видео получилось, да, прервалось, опять надо искать, как их склеивать, ой, неправильно поехал, сейчас буду ютюб делать, ой, ну, ладно, люди, у нас вот так вот красиво, хорошо, у нас 24, 4 сентября сегодня, у нас все очень красиво, спасибо большое, если есть почтовые работники, честь вам и хвала, памятник при жизни, памятник, сейчас сделаю ютюб, чтобы мне это не стоило, почти на красный свет, вот так вот, я умею, вот, вот, и если у кого есть почтовые работники, значит, это самое, прямо уважаю, прямо скажите уважаю, а то, может, если расскажете мои проблемы, что я ругаюсь, они, может, не захотят со мной дело иметь, ладно, не говорите пока, скрывайте, скажите, очень любят почту России, скажите вот так, ладно, найдите мне кого-нибудь, кто мне поможет, хорошо, пока, до свидания, до свидания.